Как выжить из страны иностранных ритейлеров? Рецепт от правительства Венгрии. Парламент одобрил закон, по которому с розничных сетей, принадлежащих иностранцам, будут брать налог на надзор за ними же. На очереди закон, который требует от сетей с оборотом свыше 50 миллиардов форентов в год, это 160 миллионов евро, быть прибыльными. Если два года подряд сеть убыточна, власти могут ее закрыть. Под эти критерии попадают в основном иностранные ритейлеры британский Теско, французский Ашан, голландский Спар, немецкий Пенни и Лидл. Говорит эксперт Антраш Михайлович, похоже, очевидно, что розничных сетей, принадлежащих венгерским компаниям, эти правительственные инициативы либо не коснутся вовсе, либо коснутся не так сильно. Более того, эта ситуация создает для них огромные преимущества на рынке. Также можно предположить, что некоторые сети решат, что не хотят больше работать на венгерском рынке на таких условиях, просто потому, что это невыгодно, и уйдут из Венгрии. Иностранцы контролируют семь из десяти розничных сетей в Венгрии. Правительство заявляет, что хочет таким образом поддержать отечественного ритейлера. Еще одно нововведение, которое продвигает Министерство экономики, запретить гипермаркетам работать по воскресеньям. Спар уже заявил, что остановит инвестиции в Венгрию и будет сокращать персонал. Нам говорят, что это приведет к массовым увольнениям и снижению зарплат, а это противоречит идеям правительства об увеличении числа рабочих мест. Супермаркеты должны работать, потому что люди ходят за покупками по воскресеньям. Впрочем, для иностранных розничных сетей, возможно, не все еще потеряно. В четверг в Министерстве экономики начались консультации между венгерским правительством и руководителями компаний. Ведь цена вопроса высокая для Венгрии. Например, ТЭСК обеспечивает работой 22 тысячи человек. Это третий по величине работодатель страны. Крупнейшие розничные сети пока не хотят комментировать правительственные инициативы. Не удалось нам сегодня получить ответы на наши вопросы в Министерстве экономики. Возможно, потому что стороны не хотят ослаблять свои позиции, пока переговоры не закончены.